Вот что еще хотел спросить, когда социальные сети начинают друг друга разрывать, и когда люди, скажем так, чуть больше, чем две извилины, они видят то, что видят, и вот почему-то они думают, что когда кто-то санкции принимает против кого-то, тот, который принимает эти санкции, принимает их в ущерб себе, и в ущерб себе принимать таким образом, что вообще, вот лишь бы, как это правильно сказать, вот, я тебя, гадобседово, задомлю, даже если я умру, то есть, ну, то есть такое, поэтому вот для тех, кто там так думает, что Европа приняла эти санкции, чтобы умереть, они же аргументируют это тем, что не будем трогать углеводороды, это такая тема, не для этих сильно простых и смертных, меня интересует магазин, продукты и цены, вот, ну, пришли вы там, где-то ж вы как-то ходите, что-то идите, покупаете, да, вот ваши впечатления, потому что так вот мне аргументируют, или пишут, у нас тут нет полки, полки густые, нет там чего-то, каких-то продуктов, я им предлагал на выбор перечень магазинов, который писал, выбирайте какой, какой товар вам снять и что именно вам снять, то есть, ну, естественно, граждане идут, не граждане, жители живут, все, там поддерживают то, что поддерживали, мне никто не верит, но, если поверят вам, я об этом сильно сомневаюсь, но просто ваши впечатления, вот вы пришли в магазин, увидели, ашамели от пустых полок, или ашамели от полных полок, просто очевидец, вот вы пришли, первый раз в магазин какой-то нашли, или не нашли, или как это все происходило, что, если даже можно сравнить с какими-то ценами, с какими-то продукциями, в принципе, для нас уже было непривычно, мы привыкли к какому-то дефициту небольшому, мы приходим, вау, продукты, все. То есть, дефицит, имейте в виду, когда ли, например, в военное время, да, в принципе, мы не страдали от дефицита в продуктах, мы, то, что сразу заметно, цены не сильно отличают. А в какой магазин, то есть, как вы, в супермаркете? Первый мы пошли в гипермаркет Альбер, первый в Альбер, да, первый в Альбер мы пошли, да. Потом мы были еще в Билле, в Билле, в Билле, вчера ездили в Альбер. В Калакузне по экскурсиях были, да. Ну, да, мы в цены присматриваемся, как бы где-то... Понравится, сориентироваться, да, чтобы... Да, где-то может быть дешевле, где-то может быть дороже, как бы... Нам больше всего пока что на данный момент Альберту почему-то понравился. Ну, больше всего удобно. В принципе, цены не слишком отличаются. То, что нас удивило, это, вот, допустим, на хлебобулочные изделия, тут значительно, ну так, на порядок дороже, допустим, чем у нас. На какие-то другие продукты, например, на сыры, наоборот, цены дешевле, чем у нас. Овощи какие-то дешевле, какие-то дороже. То есть, в целом... То есть, если взять, например, все дороже, то с ним ничего особо нет. Не особо, да, то есть, нам не приходится тут что-то себя как-то ограничивать, потому что это жутко дорого. Нет. То есть, нормальная потребительская корзина, которую вы берете дома. Да, что-то дороже, что-то дешевле. И в итоге, в общем, получается, я вот смотрю, скупилась, да, я трачу столько же, сколько я трачу, допустим, тратила дома, да. А что было такое, что-то непривычное, то, чего нет в Украине, например, или наоборот, то, что было в Украине, а здесь этого нет, или это здесь какой-то в другой форме? В другой форме. Я очень люблю гречку, а тут как бы... В дом магазинах? Нет, ну, в супермаркетах она стала появляться. Причем мы какой-то день были, ее не было, а потом я была без детей одна, ее завезли. Вот в моем дыне, когда я, мой сервис, да, вот она подумала, что в магазинах только. Называется она как? Поганка. Еще мы проходили есть магазин со всякими там продуктами украинскими, русскими, в общем, отдельный магазин, там, где продают сгущенку нашу, там... Кава Зельвова. Кава Зельвова. Да. Это тоже все есть, чешто именно, когда он его называет, но есть. Немножение такая, но... Вот, в принципе, как бы по продуктам, ну... То есть, что удивило, или что не удивило? Конкретно еще удивило цены почему-то на газировку, не знаю, с чем это связано. Да, на Coca-Cola, на обычную. Но на привычной нам газировки Pepsi, Fanta, Sprite, Coca-Cola тут прям в разы дороже. Вот, если, допустим, у нас банка Pepsi железная, 250 литров, вроде сколько там объема, около 12-13 гривен стоит, то тут она стоит 18-20 крон, да, как бы. Еще мы заметили то, что в пластике, то, что все пластиковое дороже, чем, допустим, стеклянное или жирное. Ну, пусть не дороже, но цены не намного отличаются. Вот такие, как вот, это, я так понимаю, это праздник, она везде, здесь очень крутой канал акций. Ну, акции, 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 да. Я тоже вот, ну, если я к этому не пришел, допустим, я ее хочу, а не по акции, но я ее куплю. Ну, да. Ну, а если акций, значит, купишь просто больше. Ну, ладно, через акционированный маркетинг. Поэтому вот такие вот, здесь этот, зато как он называется, сок, фирма Гравили. Это космос, ребята, это космос. Литровая баночка, ну, бутылка пластиковая, их там 4-5 видов, и это, мне очень нравится персик, рикрушовый, абрикосовый, вот. Яблочный, акционированный нет, вот. И вот у него обычная акция, допустим, я уж так точно не помню, как она была, потому что она просыплённая, эта шинфляция, она просыплённая, например, он стоит церкви крови, да, ну, для меня дорого, или как, как бы, непозволительное, или это, или для меня не дорого, но я считаю, что за эту церковь это не так. А потом, как, вот, скидка, 12-9. Класс. Сразу 6 штук, бакс, вот, отвезти душу, вот такой, в принципе, тут, это есть, потом... Ну, скидка тут хорошая, ну, чуть-чуть. Не, ну, просто мы привыкли, как бы, в Бердянске по всей Украине, конечно, такая, ну, там, скидка максимум, в процентах, там... В Амарте, там, вообще, просто... Ну, курицу, вот мы были в магазине, не помню уже в каком, курятина. Я не... я говорю, это что, цена за всю курицу? Я говорю, да, я говорю, не может быть. Ну, да, я просто не могу понять, как бы, ну, дешево. Здесь вот... Если акция, то очень дешево. Здесь вот работают в скидке, в каждом магазине по-разному. Например, в одних магазинах начинается в среду, в других магазинах начинается в четверг. И пенсионер, которому скучно. Вот, он там поехал в один магазин, купил то, что он это, проезд не бесплатный. И потом, даже если там в разнице, там у них скромно, там у Литве, он поедет купить в другой магазин. А что ему делать? Ну, так. Ну, слушай, а вот ездит экономно, на этом образом. Да, если есть время, да. Да, вот поэтому... Ну, у нас, в принципе, рядом все виды магазинов. Кланты, а тут в принципе... Хорошо, а в принципе, на этих скидок в Украине, таким образом, он не работает. Нет, там точно есть скидки. Не такая большая разница. Да, да, не такая большая разница. Ну, там тоже, в зависимости от продуктов и товаров, но в целом не так ощутимо, мне кажется. Не так существенно. Да. Да, да, смотря какие товары, ну вот, допустим, чтобы была скидка на мясо вот так, как здесь, ну нет, ну будет скидка, но она будет небольшая. Не, ну в целом, ну вот смысл в том, что в Украине ты не ждешь скидок, как бы. То есть товары там нет. Ты за ними не будешь. Нет, нет, понимаешь, тут тоже их как-то никто не ждет, но это тут работает, вот. Не, ну там вы тоже как бы, да, если... Просто ощутимая разница. Ощутимая разница от твоего. Что заметила еще по поводу, вот мы покупали для стирки, вот эти средства, ну как мне показалось, они здесь дешевле, чем у нас. Именно такие, ну, пропорядки, да, для стирки, для стирки. Ну, потолочение, ну, возможно, она импортная, там, нет производства, что ли, возможно. Возможно, ну, как бы, я так сцены, мы пошли, я как бы, ну, немножко опасалась, думаю, что там оно сколько стоит, а в итоге оно, получается, стоит дешевле, чем у нас. Нет, ну, Ксюшка, в основном, ну, вот когда он едет, да, вот это вот подбирает, чтобы... Пак? Да, по скидке им было, да, по акции. Ну, вот мы тоже смотрели по акции, там, ну, просто... Существенно тогда, именно там все покупали. Вот там упадет, можно. Да, и что-то. Ну, так оно и есть. Невыгодно покупали, оно маленькое, большое себе. Ну, вот я не знаю, как все остальные, мы покупаем так. В принципе, тут, я не знаю, если его нет или нет, я тоже, когда в то время был, я тут игрался, почему-то там стоит, я смотрю, что-то купил, а у них террежка, там, это, я когда увидел первый раз, там, на шесть, на пять, на восемь тысяч, то мы уже пришли тоже, наверное, в этот способ, раз в месяц заряжаешь, покупаешь максимум, что тебе нужно, там, что в морозилку пойдет, что там консервировано, я не знаю, что все. А остальные потом в процессе месяца, там, или хлеб, или воду, ну, я не знаю, что такое, мелочевка, или что-то, допустим, какой-то продукт закончился, покупаешь. А так вот, большой продукт делается, большая продукта делается раз в месяц, ну, может, у кого-то два раза в месяц, я не знаю, но у нас, у нас так. Ну, да, имея транспорт, это, скажем так, и в Украине так тоже проще делать. Ну, не знаю, как, думаю, я так и делаю, чтобы не дойдал последние лета, вот, то, в принципе, так, ну, вот, вроде как бы, это, вроде как бы и все, сейчас еще кто-нибудь, посмотрим, как вы устроились, пока же мы прям как-то сприняли, что мы дали, уже металл один, чем-то как-то размущался, да, вот, жилье не устраивает, мы всегда им пытались объяснить, это же не подвалы, не бомбят, но не смог. Ну, люди есть разные, есть люди разные, мы, Мариупольцев, когда у себя в Бердянске принимали, ну, квартира тоже без ремонта, скажем так, хрущевка, плюс с этой войной, скажем так, нет особого какого-то порядка, потому что ты за этим не успеваешь следить, у тебя только задача о том, что пока есть свет, надо быстро что-то приготовить, надо куда-то там сбегать, пока комендантский час не наступил, то есть ты живешь в другом измерении, да. Соответственно, ну, и люди приезжали, как бы, знаешь, ну, немножко вроде как извиняешься, но люди понимают, что, говорит, мы 20 дней в подвале сидели, поэтому... Да, людям просто было вообще в кайф, то, что у них был чайник с горячей водой, возможность поспать на кровати, удобная она или неудобная, какой там матрас, а не лежать где-то на панцире в подвале и так далее. Еще был у нас такой способ согреться, обычная пластиковая бутылка, нагреваешь воды горячей, туда наливаешь и ночью ложишь под ноги, соответственно, согреваешься, потому что, ну, отопления нет. Вот, и когда они у нас тоже ночевали, я им эту бутылку под ноги подсунула, Вика говорит, ой, говорит, что мы, говорит, в подвале, когда были, так не догадались. Хотя, пока мы доехали, вроде у нас не было таких бомбажей, как в Мариуполе, но пока, смотрите, со всей дороги, для нас тоже было счастье поспать на кровати, спокойно сесть за стол, покушать, чай попить и полежать. Да, включить свет после 7 часов вечера. Да, спокойно. А я до сих пор хожу по коридору вечером с телефоном, потому что вчера буквально до меня доходит, что, а что ты свет не включишь, вот, с фонариком. Ну, как-то еще... Верно, это была информация, кто-то из Мариуполы нашел пешком, все, все, что виталили, например. Да, да. Я знаю, что раз случилось. Часто ходят люди, и 30 километров с нами мужчина ехал, пешком проходили. На Мелекино они выходили, там была возможность, они пешком выходили на Мелекино, а дальше уже пытались ехать дальше. Ну, 7 часов ушло. Да, люди выбираются, кто как может. Пешком идут, и с животными идут, и по-всякому. Тоже была история, что какой-то город, не помню, какой был оккупирован, или село, и ветеринар, получается, он остался, а животные были в ветклинике. Он вместе с этими, там, кошками взял как-то этих кошек, собак, и шел через поле просто до какого-то населенного пункта спокойно. Ну, там сейчас у него зналось, сколько наносит, что ли. Да, много историй, и одна лучше другой. Мне надо будет сотрясаться. Жаль, что мне так. Некоторым гражданам, некоторые стражины мне не объяснить. Раз, да, вы сейчас сразу говорят, что мы делаем фейк. Я тут на столе, я пытаюсь, я пытаюсь, я говорю, ну, хорошо, вы считаете, что это как фейк. А, нет, там вот такой аргумент, это сейчас снять элементарно. Я говорю, хорошо, задание вам, снимите мне фейк, у вас в водоком стоит танк. Снимите. Ну, вот, в чем проблема? Если это обсуждать легко и просто. Снимите обломки, ракеты, стрейте трупы, кучу трупов. Тем более, в таких городах. Снимите квартиру, где у тебя прилетела ракета, вот в квартире и стоит вот так. Все специалисты, то есть все перепрофилированные сразу с Вирусова стали эксперты по военному обществу. Да, и политологи. Да, да. Как это все просто у людей. Чего я так не имею? Довольничка. Ну все, ребята, большое спасибо за это. За вашу жизненную историю. Не сильно весело. Ну, у нас, слава богу, она еще... Все хорошо закончилась. Да, да, более-менее спокойная. Но тем не менее у нас еще... Другее всего, конечно, мне было пережить, наверное, когда вот пока с Волновахой не было никаких новостей. Это было, наверное, самое тяжелое. Но и когда в мельянниках ранило, тоже было дешево. И вот в этой ситуации я понял вот такую вещь, вещь, что все заканчивается хорошо. А если это еще не хорошо, значит, это еще не конец. Хорошо, ребята, ну все, пойдем-ка посмотрим, сейчас вам покажем, как мы там они отустроились. И будем ехать домой, да, Булач? Ты знаешь, куда идем, Буня? Идем гулять? Ну, человечество гулять. Ну, все, пойдем сейчас, пойдем. Все, ребята, всем спасибо. Всего доброго и до скорых встреч.